Депутаты регионального парламента в ходе очередной 31-й сессии приняли в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период. Этому предшествовала кропотливая работа профильных депутатских комиссий. Законопроект прошел нулевые чтения, депутатские и общественные слушания. Ольга Русл продолжит. 10 из 23 вопросов, включенных в повестку 31-й сессии, собрания депутатов были посвящены главному финансовому документу региона. И теперь работа над бюджетом переходит на второй этап, в ходе которого необходимо учесть все рекомендации. Мы сейчас переходим ко второму этапу и будем работать над поправками. Есть, конечно, большое желание учесть все предложения, которые здесь прозвучали. Я думаю, бюджетная комиссия у нас здесь активно поработает в этом направлении. У нас есть предложения. И самое главное, что я хочу отметить, самое главное, что у нас по результатам всех вот этих мероприятий, которые прошли по бюджету, были сформулированы, а, рекомендации, о которых мы сегодня говорили, и которые будут обязательно учтены, и, б, это второе, у нас все эти вопросы войдут в планы работы профильных комиссий по вопросам бюджета. В первом чтении принята доходная и расходная часть главного финансового документа региона. В десятидневный срок после общественных слушаний депутаты и губернатор могут разработать свои поправки. А 10 декабря они будут рассмотрены на заседании профильной комиссии. В середине декабря мы эту работу завершим, когда учтем вот эти рекомендации, о которых я сейчас сказал, и, соответственно, те плановые мероприятия, которые каждая комиссия в отдельности будет планировать для себя. Во втором чтении мы уже примем с учетом поправок и с учетом текстовой части. Это то, что касается бюджета на 2021 и последующие 2022-2023 года. Кроме того, на 31-й сессии в закон об окружном бюджете 2020 года внесены очередные изменения. Общий объем доходов окружного бюджета на 2020 год увеличивается на 2,9 миллиардов рублей и составит 19,6 миллиардов рублей. Общий объем расходов увеличивается на 3,5 миллиарда рублей и составит 23,3 миллиарда рублей. Дефицит окружного бюджета составит 3,7 миллиардов рублей. Увеличение связано с включением в доходы безвозмездных поступлений на сумму 4,1 миллиард рублей с федерального бюджета. При принятии проекта окружного бюджета в декабре прошлого года не в полном объеме были предусмотрены отдельные расходы, в том числе затраты на коммунальные услуги образовательных учреждений. Поэтому выделены средства на погашение кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Составило 11 миллионов и для них это на самом деле очень большая сумма. Поэтому было принято решение о том, что мы по департаменту образования возмещаем все коммунальные услуги. И будут они погашены на 1 ноября 2020 года. То есть все затраты по коммунальным услугам на 1 января по данному департаменту будут закрыты. За счет резервного фонда правительство Российской Федерации 4 миллиарда рублей будут направлены на строительство автодороги Нарьин-Марусинск. Дополнительно поступившие федеральные средства направят также на реализацию мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию округа. И на выплаты медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлен коронавирус. Мы также просили департамент финансов, чтобы предусмотрели средства непосредственно все по санавиации. И эта сумма у них составляет около 24 миллионов уже. Но в поправках данных учтено 14 миллионов. Еще, значит, пока на сегодняшний день 10 кредиторская задолженность. Но и мы непосредственно необходимо, наверное, учесть, что будут еще дальше полеты. Добавлены средства на доставку продовольственных товаров в сельские населенные пункты. До необходимого объема доведено финансирование отдельных соцвыплат. В том числе выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Включительно. Многодетным семьям, пенсионерам. Добавлены субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в школах и СУЗах. Кроме того, в прошлом году депутаты предложили увеличить стипендии студентам организации среднего профобразования. Поэтому добавляются средства на выплату повышенной стипендии. С 1 сентября этого года. Подробнее о решениях 31 сессии расскажем в программе с законодателем. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север.